Привет, с вами Smart Plus. Два свежих и самых дешевых смартфона от Xiaomi. Redmi 6 и Redmi 6A. Одни считают эти смарты недостойными внимания, а другие уверены, что это отличный способ сэкономить и взять при этом очень неплохой гаджет от именитого бренда. Но после того, как я протестировал эти два смартфона, я точно для себя понял, на что стоит тратить, хоть и небольшие, но деньги, а на что лучше не тратить даже небольшую сумму. Потому досмотрите это видео и поймете о чем я. Поехали! Во-первых, что я заметил, когда промониторил цены? В Китае его все же выгоднее брать, чем в наших магазинах. Но на всякий случай оставлю ссылки, где посмотреть лучшие цены у нас, а также на Алиэкспресс. Они могут меняться. В общем, заказывал смартфон на Алиэкспресс. Вначале пришел Redmi 6. Им уже хорошенько попользовались. Это личный смартфон моей сестры. Тут уже и стекло, и чехол. Телефон успел пережить многое, даже немного искупаться в пролитом кофе. Но, как видите, жил. Этот ролик вышел бы раньше, но вот только недавно добрался ко мне Redmi 6A. На праздники всегда почта работает медленнее. Там перегруз. В общем, заказывал, а его все нет. Я отслеживал его, и есть специальные сервисы для этого. Так и пишем в браузере. Посылки нет. Тут все подробно о передвижении посылки. А еще плюс можно прямо с мобильного отслеживать, ведь есть приложение. Так я и сделал. Просто нужно ввести трек-номер вашей посылки и нажать «Отследить». Если переживаете за свою посылку и хотите знать, где она и на каком этапе, юзайте данный сервис. Ссылка будет в описании. Я следил его, и все дело в том, что продавец не спешил отправлять смартфон. Заказал 23 ноября, отправил аж 4 декабря. А забрал я его 15-го. Вот как выглядит посылка. Но тут меня ожидал нежданчик. Я привык, что в глобалках вилки под наши розетки. А тут вот такое одаробло. Потому этот магазин не рекомендую. Там кому-то с нормальными вилками приходят, а кому-то вот это вот одаробло. Впервые вижу такую вилку в пол телефона. Я нашел на Али магазины, где людские вилки. Ну да ладно. В коробке, кроме зарядника и телефона макулатура, шнур, микро-USB, скрепка, чехол положили отдельно. Теперь смотрим на смартфоны. С виду они очень схожи. Корпус, конечно, пластиковый. Но отличия есть. В Redmi 6 есть сканер отпечатка пальцев. Удивительно, но работает он отлично, как за смартфон в 100 долларов. И, кстати, довольно быстро. Есть даже разблокировка по лицу. Но я заметил, что есть эта фича только если выставить регион России. Если Украина, то почему-то нет. Работает, но уже медленнее. В Redmi 6A тоже есть сканер лица. Тоже работает еще медленнее. Около 2 секунд он думает. Но тут есть еще одно важное отличие. Это процессоры. В Redmi 6 Helio P22. В Redmi 6A Helio A22. Это бюджетные процессоры от Mediatek. С техпроцессом 12 нанометров. И я оценил эти процессоры. Но об этом чуть позже. И еще одно важнейшее отличие. В Redmi 6A 2 гигабайта АЗУ. И 16 встроенной. В Redmi 6 3 32 гигабайта. И именно последнее отличие самое важное. Я поставил на Redmi 6A пару игр. Танки и PUBG. Также и на Redmi 6. И посмотрите сколько памяти осталось в 6A. Это на сегодня не вариант. И вот что я скажу. Не вздумайте брать версию на 2.16 гигабайт. Хоть она и самая дешевая. Сначала я решил проверить, насколько эти процессоры будут отличаться в Antutu. И как видите, младшая версия набирает так поменьше. Потом я запустил игры. Поиграл на Redmi 6. И был приятно удивлен, что этот процессор с HD Plus разрешением экрана. Тащит спокойно на средних настройках тяжелую игру Танки. Игра достаточно тяжелая, но FPS вполне комфортный. И даже если играть в PUBG, где тоже можно выставлять средние настройки. Играть можно. Но могут встречаться микрофризы. Потому лучше все-таки минимальные настройки. И разницы особой в графике я не замечаю. Зато гораздо плавнее. В то же время на Redmi 6A Танки тоже на многих картах играются легко на средних. Как не удивительно. Но все же лаги проявляются чаще. В сценариях, где много техники, стрельбы, танков. Причем нужно учесть, что видеоускорители у них одинаковы. И я связываю это больше именно с количеством АЗУ. 2 гигабайта оперативной памяти на сегодня это ни о чем. Даже для прожорливой оболочки MIUI этого мало. А она тут на обоих смартфонах уже, кстати, десятая. С восьмым андроидом. Со всеми вытекающими удобными плюшками. Типа управление жестами и так далее. Оболочка шустрее, конечно же, на Redmi 6. Опять-таки, даже не в процессоре дело. А именно в АЗУ. Отмечу, что смартфоны практически не греются даже под длительной нагрузкой. Вот вам и 12 нанометров в деле. Пару слов о экранах. На удивление, экраны для такой цены просто шикарные. 5,45 дюймов. И поэтому смартфоны довольно-таки компактные. На Redmi 6A стоит экран от Boya, на Redmi 6 от eBBG. Тут это рандом, может попасться что-то одно из двух. Я заметил, что экран Boya на Redmi 6A мне понравился по насыщенности больше. Но разница не столь большая. В целом, экраны для своей цены супер. Что по углам обзора, что по минимальной и максимальной яркости. И главное, можно тонко настроить баланс белого. Олеофобка есть. И наклеить стекло или пленку легко. Потому что 2,5D скруглений тут нет. Звук. Внешние динамики снизу. Если положить, звук немного перекрывается. Но звучат одинаково. Звук достаточно громкий и не противный. Хоть объема звука не хватает. Разговорные динамики отличные. Слышно четко. Меня тоже слышат хорошо. В наушниках, как ни странно, мне понравился звук. Потому что звук достаточно громкий. Я даже был удивлен, потому что на некоторых среднебюджетных смартфонах от Xiaomi он даже чуть тише. Тут в принципе с этим все нормально. Ну и конечно все возможные настройки в оболочке есть. Камеры. Как видно в инженерке, основные сенсоры разные. Это видимо тоже рандом и в обоих 13 мегапикселей. Тем не менее, качество очень схоже. И оно очень даже хорошее в хорошем свете. Redmi 6, благодаря второму модулю на 5 мегапикселей, умеет фоткать с размытием заднего фона. Динамический диапазон не широк, но четкость неплохая. Видео можно включить электронную стабилизацию. Пример записи видео на смартфон Redmi 6A. Full HD 30 кадров. Работает электронная стабилизация. Я иду, проваливаясь в снегу. И в принципе нормально стабилизирует. Вот. Вот так вот это выглядит. Я смотрю, что картинка на экране уже видно, что стабилизируется. В принципе более-менее смотрибельна. Так что молодцы Xiaomi, что делают даже в самых ультрабюджетниках электронную стабилизацию. Проверим также фокусировочку. В принципе быстро, довольно таки быстро фокусируется и долго даже и не думает. Что касается софта, то все нормально. Вот самое ближнее расстояние. В принципе расстояние тоже нормальное. И посмотрим экспозиция как меняется. Вот не скажу, что сразу темнеет все, если на светлые участки переводить. В принципе софтово мне все нравится. Нету такого перепада, как в очень дешевых телефонах, когда поднимаешь и сразу же все темнеет и наоборот. Так что в принципе нормально. И звук сейчас вы тоже можете слышать. Ну и для примера кусочек видео без стабилизации. Как видите дрожание есть. И она уже не такая смотрибельная картинка имеется ввиду, как со стабилизацией. Так что классная фишка. Фронталки на 5 мегапикселей и тоже вполне ничего фотки получаются за эту цену. Я думаю за такие деньги камер лучше не найти. Батарея тут средняя на 3000 мА. Но экран не очень большой. Процессоры не прожорливые, потому держат они вполне хорошо. На день активного использования будет хватать точно. Еще во время тестирования я заметил, что при воспроизведении видео в 60 FPS в приложении YouTube, на Redmi 6A наблюдаются некоторые тормоза. Чего нет на Redmi 6. Причем в 30 FPS все нормально. Так что имейте ввиду этот момент. Возможно все дело в оптимизации, а возможно опять таки ему не хватает оперативной памяти. Лотки сим-карт. Это тут приятный момент. Их тут два. На две сим-карты и карту памяти. Но тут еще один важный момент. Дополнительные лотки под сим-карту только в глобальной версии. Redmi 6A есть глобалка что 16, что 32 гигабайт. Только с двумя гигабайтами оперативной памяти. 3.32 есть только китайская версия без дополнительного лотка. Также и Redmi 6. Дополнительный лоток только в глобалке. Но есть уже и с тремя гигабайтами ОЗУ. Вывод. Берем глобалку. Если нужен лоток и европейская вилка. Да и вообще, чтобы было меньше проблем. Ну а теперь самое интересное, что меня даже удивляет. Берем Redmi 6A и Redmi 6. И смотрим цены. Redmi 6A на 2.16 можно взять за 89 долларов. А версию Redmi 6, внимание, на 3.64 гигабайта можно взять за 109 долларов. Это всего лишь на 20 долларов разница. И это ни о чем. Но может это временная акция. Это то, что я сейчас нашел. Так что смотрите цены в описании. А может уже и нет такой цены. По сути я хочу сказать, что они очень схожи. Но Redmi 6 это более производительный за счет процессора смартфон. У него есть еще одна камера для размытия заднего фона. У него есть сканер отпечатка пальцев. И что самое важное в нашем случае, память. Или берите минимум 3.32 гигабайта. Но если есть такая цена, как сейчас, то без раздумий 64 гигабайт. Если подытожить, то данные смартфоны отличное решение за свою цену. Кроме варианта на 2.16 гигабайт памяти. Разве что цена упадет еще ниже. Если это Redmi 6A, то китайская версия на 3.32 гигабайт памяти. Прошита на глобальную прошивку. А если Redmi 6, то глобалка на 3.32, 3.64 или даже 4.64 гигабайт памяти. С вами был Smart Plus. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе классных предложений за их цену. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok